привет друзья начало марта и уже актуально становится приобретение пестицидов для обработки виноградных кустов от болезни водителя то есть защита растения в данном случае в том году мы целую сеть роликов посвятили если будет интересно перейдите по плейлистам посмотрите там пытался более-менее сжато и доходчиво объясните как классифицируются пестициды чем отличается фунгициды внутри своей классификации инсектициды и в прошлом году я показывал схематически схему показывал и не просто так которую я использую в основном те препараты которые приходилось пользоваться и когда какие сроки показывал в основном должен сказать что название препаратом напомню еще раз вам может быть название абсолютно разным может быть всевозможным потому что разные производители по-своему называют препараты они его патентуют и так далее но зачастую действующее вещество практически везде одно и то же в данном случае если идет в препарате действующие вещество тибуканозол то препарат можно назвать и как угодно смотрите как получается друзья три года подряд я пользуюсь пятью препаратами для защиты свой виноградник я провожу три обработки максимум четыре зависимости от года говорить о том что в данном случае у грибного заболевания появится какая-то резистентность либо у вредителя в этим препаратом которые использую я не могу сказать они получаются мы используем их в сроке мы используем их правда для профилактических мер четко отслеживаем каждое проявление той или иной болезни чтобы вовремя вступить в борьбу и выиграть этот самый спор за урожай получается немножко так на опережение надо работать потому что если вы сегодня обнаружили уже какой-то очаг есть определенные сорта которые именно к этой болезни чувствительные они у нас идут какие индикаторы как только мы заметили первые признаки мы не ждем наступит выходные наступит еще какой-то свободный часов потом работаю нет сегодня заметили если есть возможность сегодня работаем если нет завтра потолок больше суток не даем потому что зачастую грибок при температуре выше 20 градусов и стремительно развиваться и как понимаете чем выше влажность и выше температура тем быстрее это все развивать что касается 5 препаратов в конце ролика я выложу табличку где будут название данных препаратов действующее вещество препаратов нормы расходы на гектар и ориентировочно по срокам когда мы используем что касается нормы расходов на гектар напомню вам что в одном гектаре сто соток то есть для того чтобы получить энное количество на одну сотку то бишь на ведро воды в частности вы просто эту норму нужно разделить на 100 и так 5 препаратов каких против вредителей я использую либо б 58 либо децис профи я может быть не буду их особо рекомендовать вам для частного сектора потому что достаточно серьезные препараты в основном используются для промышленных насаждений у меня площадь и место расположение питомника позволяет использовать такие препараты есть много заменителей но данном случае инсектоакарициды и либо акарицид инсектициды имеет энное количество препаратов которые могут использовать для себя наверное остановился на б 58 по тому принципу что именно работы непосредственно на борьбу с вредителем и будь то насекомое листовертка цикадки цикада было видно так работает как акарицид то есть против клеща одно время работал с энджи очень достойно хороший материал поэтому говорить о том что я его часто использую данном случае децис профи либо ncb 58 нет я использую один раз максимум два ну за три года последних три года использовался все по разу я попадал мин в ту фазу когда у нас идет массовый выход листовертки именно в этот пик мы даем дозу нашего препарата инсектицида и с этим боремся четко при выходе 3 5 листа надо отслеживать выход клеща виноградный зудень войлочный клещ если массовое заражение может переходить на гребни соцветия поэтому теряем урожай то тут надо проявить опять же свою инициативу с мою смекалку и вовремя его применить если же я вижу что у меня зудня мало клеща мало не трогаю его либо терпимо я жду именно вот этого обособления бутонов когда листовер . уже начинают откладывать свои яйца пророждаются личинки мы же видим что бутоны начинают стягивать значит она есть значит мы работаем именно в этот пик мы убираем и клеща и листовертку из большое количество цикадки это что касается инсектицидов акарицидов по грибным болезням я использую такие препараты 4 да это шарит он комплекс мероприятия комплекс грибов берет антракол фалькон и 4 тельдор итак друзья я не призываю покупать именно этих 5 препаратов которые назвал я просто поделился своим опытом с я ставлю табличку посмотрите приценитесь сделайте свои заключения препаратов еще раз подчеркнулся очень много и рынок естественно везде разные зачастую обращаются ко мне друзья знакомые вот где бы прикупить честно энное количество 90 процентов и все приобретаю в молдове если разрешаем этот препарат и в украине это соответственно через то можно с чеком я могу его провести что касается приобретения препаратов на украине есть пару магазинчиков которыми я пользуюсь я так думаю что в этом году и будет вариант я их просто покажу конечно же 90 95 100 процентов успеха в данном случае препаратов и будет именно относиться на их качество их происхождение потому что если препарат не нормальный если он фальсифицированный там больше какого-то непонятного порошка мела соды и так далее естественно ничего хоть если не получим не призываю сейчас вас отказываться от серы от железного купороса от медного купороса друзья каждый работает с тем чем можно с чем считает удобным я считаю что лучше три раза за сезон обработать системными препаратами зачастую систему препаратов нежели обрабатывать 5 6 8 разве смыть от года опять же контакт никами контактики у нас больше будут защищать нежели лечить 3 максимум 4 обработки за сезон я делаю на своем питомнике со школка чуть другая история школка у нас не так сильно проветривается почему так мало меня способствует обработать то потому что ребята необходимо четко следить за зелеными операциями если у вас все подвязано если у вас все от нормированы если у вас проведены зеленые операции удалены личные пасники вы зачеканили прирост перевели ветку перевели лозу и так далее и тому подобное то у вас будет замечательно проверить у вас будет освещенность хороший у вас не будут проблемы с ранней росой с туманами у вас не будет держится это влага соответственно грибок будет чувствовать себя невольготные вы будете испытывать больше удовольствие от работы нежели с утра до вечера психовать от того что препарат не сработал грибок развивается урожай потеряли и так далее и тому подобное Зачастую сталкиваюсь с тем, что говорят, вот виноград сильно болел, весь урожай сгнил. Друзья мои, когда виноград, вы уже видите, что он гниет, уже поздно что-либо с ним делать. Вы уже потеряли минимум 50% урожая. Работайте чуть-чуть на опережение. Вы его еще не наблюдаете в данном случае, грибок, но попробуйте в данном случае работать на опережение. Не наблюдаете, все равно работаем по схеме, обработали. Две недели спим спокойно, через две недели наблюдаем. Если развития четкого нет, у нас есть еще пол недели, максимум неделька, обрабатываем второй раз. Опять же две недели спим спокойно, наблюдаем, что к чему, третий раз. И потом уже думаем, что нам делать с урожаем, что нам делать с выходом нашей продукции. Пока все. Надеюсь, был полезен, поделился своим опытом. Будут вопросы, обращайтесь, будем их обсуждать, будем их решать. Всем мира и добра, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok